Начнем с того, что в эти минуты происходит в Казахстане, куда с государственным визитом прибыл Владимир Путин. Основная программа начинается прямо сейчас. И все подробности узнаем у нашего корреспондента Александра Черепниной. Александра, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Мы сейчас находимся у резиденции казахстанского президента в Астане. Владимир Путин уже приехал сюда. Нурсултан Назарбаев вышел встречать его на крыльцо. Затем лидеры вместе появились в холле. Российскую делегацию встречали здесь с официальными почестями. После того, как Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин по очереди представили друг другу членов своих делегаций, они поднялись на небольшую площадку и прослушали гимны двух стран в исполнении военного оркестра. Сначала гимны России, затем гимн Казахстана. Надо сказать, что это уже 13-я встреча лидеров в этом году. Они встречались на полях различных форумов и саммитов. И вот во время одного из них, когда Нурсултан Назарбаев приезжал в Сочи в сентябре, он и пригласил Владимира Путина посетить Астану с государственным визитом. Надо сказать, что согласно дипломатическому протоколу, это наивысшая ступень в иерархии визитов глав государств. И такой статус говорит об особом отношении между странами. После Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев вместе прошли по красной ковровой дорожке и удалились для беседы. Помимо заседания в узком составе, сегодня также запланированы и российско-казахстанские переговоры в расширенном составе. Известно, что отдельно будет обсуждаться торгово-экономическое сотрудничество. Подготовлены к подписанию несколько документов. Среди них, к примеру, соглашение по разграничению дна северной части Каспийского моря. Оно позволит продолжить совместные разработки нефтегазовых месторождений. Раньше как раз из-за неких юридических моментов проект тормозился. Речь идет о нефтяносной структуре центральной. Месторождение крупное, только нефтяные запасы оцениваются примерно в 100 миллионов тонн. Подписание документов пройдет на глазах у журналистов. И после, как ожидается, лидеры должны вместе выступить с заявлением. И дальше у Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева в программе останется еще один пункт. Они должны отправиться в Свято-Успенский кафедральный собор. Это самый большой православный храм не только в Казахстане, но и во всей Центральной Азии. Его строили несколько лет с участием, между прочим, специалистов из России в том числе. Открыли его не так давно. И вот сегодня лидеры должны осмотреть его вместе. Валерия. Александр Черепнина из столицы Казахстана. Начался государственный визит президента России в эту страну.